Привет! Я записываю это видео поздней ночью, поэтому буду рад, если вы отблагодарите меня лайком. Начну сразу с самого интересного. Здесь у меня геймплейный ролик, который записал один из игроков. У него очень мало просмотров. Оригинал я оставлю в описании. И здесь человек просто показывает, как он на PTR-сервере бегает по пустыне, которая выйдет в октябре, и показывает грядущие локации в обновлении к New World. Но я хочу ваше внимание немножко сконцентрировать на одном фрагменте. Здесь он просто бежит по пустыне, показывает определенную часть локации. По карте мы видим, что это недалеко от нижней точки телепорта. И после того, как он показывает эту карту, он поворачивает камеру вправо. Мы видим определенное количество песка. И только посмотрите на это, ребятки. Какой-то огромного размера червь, который вылезает из песка. Знаете, что самое примечательное? То, что у этого видеоролика очень мало просмотров на текущий момент. И из всех комментаторов вроде никто не заметил пока что огромного ворлдбосса, который промелькнул на этом видео. Не знаю, заметили ли разработчики этот видос. Я думаю, что еще нет. Но, как мы видим, этот огромный червь обратно уходит в песок. После него поднимается очень эффектная и крутая область с вздымающимся песком. И это, на самом деле, выглядит достаточно крипово. Если ты не готов к этому, идешь просто по пустыне, это реально выглядит очень стрёмно. Что это означает, дорогие мои друзья? Это означает то, что у нас все-таки появятся в Brimstone Sands ворлдбоссы. Об этом еще не говорили разработчики. Они, видимо, оставляют этот сюрприз, чтобы сообщить об этом ближе к обновлению. И я, на самом деле, думаю, что он будет не один. Потому что, когда раскапывали клиент, находили иконки также Скорпиона на большой карте. А это означает, что это будет как минимум два ворлдбосса, еще и Скорпион. Просто эта информация никак не была подтверждена до того, как я наткнулся на этот видос от какого-то чела, который просто по приколу решил заснять, как он бегает по пустыне. Я думаю, что всего ворлдбоссов будет три, потому что вся пустыня условно подразделена на три подзоны, в каждой из которых происходит какая-то, видимо, сюжетка. И я думаю, что в каждой из этих подзон будет находиться свой ворлдбосс. Это Скорпион, Червь и вот еще один какой-то третий босс. Но вот этот вот песочный червяк выглядит прям очень эффектно и круто. Я думаю, что вы сможете ходить на этих боссов для того, чтобы получать с них какой-то редкий лут и редкую награду. И помимо этого, как оказывается, не просто так разработчики на тестовом сервере летом делали всякие ивенты, когда вызывали в одном месте огромное количество каких-то боссов-переростков из данжей. А также мы все помним ивент Туркелон, где огромная индюшка была, которую нужно было заформить большим количеством игроков на сервере. Все это, видимо, было тестирование мощностей для того, чтобы проверить готовность игры к появлению такого вот чуда в виде ворлдбосса в Brimstone Sands. Обновление выходит в октябре. Кто не видел мое видео касательно изменений, я уже записал парочку. Я оставлю вам ссылочку в описании и уведомления. Ну, а с вами был Дэйв Джонс. Оригинал видео в описании, ребятки. Можете там в фуллсайзе еще раз посмотреть на этого крипового красавца, который прямо в самом начале видео появился, пока его не потерли. Но я думаю, что с видео ничего не случится. Уже поздно, как говорится, что-то прятать. Но это выглядит суперэффектно. Давайте мы еще раз по-быстрому посмотрим со звуком. И, блин, это круто. Напишите, что вы в комментариях думаете. Блин, выглядит прям сочно. Обновление выглядит с каждым днем все больше притягающим. Дождаться бы уже октября. Видите, без замедления он прям быстрый. Звуки такие прям поднимающегося песка. Но это прям в доле секунды было. Странно, что никто этого не заметил. И такой типа, ну окей, значит так оно и ладно. Ладно, спасибо большое, что вы меня смотрели, ребятки. И спасибо, пока.